Здравствуйте, дорогие мои телезрители и мои подписчики на канале YouTube Голова Садовая. Сегодняшняя тема – посев баклажан и перцев. Прямо посев! Сегодня, когда мы снимаем 11 января, 12 – это посевные дни, 13 – 14 для перцев, 15 – это лучший знак для посева, чего бы то ни было. И уж перцы, баклажаны обязательно отправьте в горшочки, в контейнеры, куда угодно. И запомните, луна убывающая, потом у нас будет долгий перерыв, пока луна не войдет в свою фазу и в хороший знак. Для того, чтобы посеять перцы и баклажаны, много ума не надо, поэтому нужно подготовить почву. То есть мы взяли торф, три части, одну часть песка, и если получился объем, ну, какие части, у всех же разные части, можно взять три горшочка торфа, один горшочек песка, тут ведро не получится, берите так, чтобы у вас получилось ведро. И вот на это ведро, вот этой смеси, для того, чтобы у вас почва была и живительная, и питательная, и нейтральная, потому что перцы и баклажаны, это группа посленовых, они не терпят ни щелочной особо, ни уж тем более кислой особо. Нужно добавить, если хотите, то золы. Но не более пол-литра. Не надо цементировать вот этот состав. Лучше, если вы возьмете, например, ну, доломитовой муки. Золу тоже можно использовать, но когда с умом, а вы сейчас столько буханете на это ведро, вот этой смеси полученной, что потом при поливке у вас просто цементируется поверхность горшка. Этого нельзя делать, потому что большое количество золы доведет вашу почву до щелочной реакции. Это для лука и чеснока надо. Надеюсь, что вы все уже помните. Вот правда, я так расстраиваюсь, потом пересевать будет некогда. Значит так, все, значит, почва подготовленная насыпана в горшки. Я решила в этом году вот так сделать. В каждом горшочке свой сорт. Вот здесь уже посеяны перцы, а вот здесь сейчас будут посеяны баклажаны. Подготовленная почва насыпана в контейнеры. Они вот такие небольшие. Я их использую дважды сейчас для посева перцев и баклажан. И в каждом горшке отдельный сорт. Мне очень важно все-таки знать, кто как взойдет и кого потом поругать за хорошее качество семян. Значит, вот эти горшки, их здесь шесть. Они еще только подготовлены к посеву, не посеяны. И если вы сделали все правильно, да, раскислили доломитовой мукой, либо известью пушонкой, либо золой, но я бы вам рекомендовала взять и смешать в равных частях известь пушонку, значит, золу древесную и доломитовую муку в равных частях, а потом пол-литра вот этой смеси отправить вот в это ведро почва смеси. Три части торфа. Можно смешать торф низинный и торф верховой, потому что мы все равно будем раскислять. Они немного разные. Один кислый, другой нет. Но по составу они тоже разные. Торф, который у нас низинный, он очень плотный, он очень тяжелый. А торф верховой очень легкий, пуховый прямо. Поэтому смешав два этих торфа, мы получим классную вещь. Добавив туда еще одну часть песка, мы, конечно, получим почву очень рассыпчатую. Можете добавить туда агроперлита вместо песка. Можете добавить немного вермикулита, немного кокосового брикета. Все понемногу, все по пол-литра, не более. И у вас получится прекрасный субстрат. Но я такая придумщица, мне хочется, чтобы растения не болели. Да? Сиинцы, они настолько дохлые и чахлые иногда, что просто жалко смотреть на них. Вот что я делаю перед тем, как посеять? Не важно кого. Это будут хоть помидоры, хоть баклажаны, хоть перцы. Я насыпаю в очень мелкое сито вот этой смеси и звездки, золы и доломитовой муки. И начинаю отпудривать поверхность приготовленной почвы. Смотрите, что я делаю. Вот так слегка отпудриваю, слегка. Слышите? Не засыпаю слоем, только слегка припудриваю поверхность. Что мы сделаем потом? Да, здесь очень много микроэлементов. Естественно, много веществ, которые обеззараживают почву. Теперь берем кипяток. Здесь кипяток, правда, можете потрогать. Только что чайник кипятили. А теперь берем и аккуратненько поверхность смачиваем именно очень горячей водой. Вот так вот. Не хватит, дольем еще. Вот так вот. Очень любовно все делаем. Смотрите, все замечательно получается. Почва немножко садится, никакого греха в этом нет. Пусть садится себе на здоровье. Кипяток. То есть очень горячая вода. Вот этого количества достаточно. Почва сама по себе влажная, потому что когда ее готовишь, после того, как смесь готова, я всегда проливаю тоже и обрабатываю ее, естественно, и марганцовкой, и прочими веществами, если это необходимо. Значит так, мы все пролили. У нас горячая поверхность почвы. Вот руке очень тепло. Зачем мы это делаем? Вот этот прием, которым я пользуюсь, он дает возможность семенам баклажан особенно, но и не только баклажан, и перцев, и томатов. Он дает толчок. Такой толчок сильный, энергетический, еще и температурный, как я понимаю, что семена прорастают гораздо раньше, чем нам бы хотелось. Не 15 дней, как написано на пачке, а через 3-4 дня, максимум 5, появятся полноценные всходы. Причем вот такое количество и золы, и звездки, и доломитки, это слегка припудрено. Оно не помешает семенам, оно не нарушит в них ничего, зато оно не даст им гнить и не даст им заболеть в момент их всходов. Вот это очень важно. А теперь внимание, что мы делаем? Вот мы, семена уже подготовлены, обработаны. Они обработаны дважды, да, их сначала фирма обработала, а потом я постаралась очень сильно. Так, одно семечко чуть не потеряла. Их всего 5 в пачке. Как бы там не хотелось больше, всего 5. Я их раскладываю на поверхности почвы. Смотрите, одно в центр, всегда плашмя, неважно, какие это семена, всегда плашмя, чтобы у растения была возможность выбросить корень, да, к центру земли, а, естественно, росточек пойдет к солнцу. Все, и ему не надо переворачиваться и проходить под землей. Я их разложил. Земля на поверхности горячая. Меня это очень-очень устраивает. Я всегда так делаю. А теперь заканчиваем посев. Все очень просто. Вот здесь у меня всегда есть мисочка. Так, я сюда буханула золы. Возьмем немножко другой. Она, это та же почва, которая подготовлена для посева. Видите, она рыхлая, пушистая, ну, достаточно и плотная. И я поверхность, вот, семена баклажан, чтобы вы знали, нельзя засыпать очень большим слоем. От этого они только долго всходить будут. Сантиметр, и все. И перцы, и баклажаны прекрасным образом вылезут оттуда. Поскольку пуховочка такая, да, под пальцами, ну, возьмите и сделайте ровно. Всегда говорю, сделайте ровно на грядке. Почему? Да потому, что каждый бугорок прогреется быстрее, получит света больше, а каждая ямочка получит и света меньше, и температура там будет ниже. А нам надо, чтобы они все в один день взошли. Посмотрите, семена посеяны. Все выровняйте, чтобы не было никаких бугорков, никаких ямок, потому что бугорки прогреваются, и света получат больше, и больше прогреваются. Все вот такие луночки, ямочки, и света получат меньше. И, естественно, температура будет другая. А нам надо, чтобы температура была одинаковая. У нас здесь 5 семечек, они должны взойти все одинаково. Что нужно сделать дальше? Очень просто. Фитоспорин, видите, он сухой, это порошок. Сито, видите, да? Насыпаем. Что значит зачем? А если у вас почва не обработана, а если у вас там возникнет черная ножка, вы что тогда будете делать? Плакать горько будете. Вот поверхность почвы всегда. И меня никто не убедит, что этого делать не надо. Смотрите, я сейчас вот насыплю, да, чтобы мимо не сыпалось и толстого слоя не было. Не пальцами поперчить или посолить, а именно из сито. Или через капроновый носочек. Смотрите, опудрить поверхность почвы сухим фитоспорином, да, это сказка. Это значит, вы гарантированно избавите свои растения от черной ножки. Она не появится здесь. Фитоспорин для нее просто барьер неприодолимый. Вот теперь до свидания. Всего доброго вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова